В общем-то, всех приветствую, друзья, с вами, как обычно, я, Айсдример, он же Юкис, и сегодня у нас речь пойдет о новоиспеченном, ну, уже не совсем новоиспеченном, но, в общем-то, недавно появившемся в Хершере, в общем-то, Пламеник, Яны, конечно, я на этом месте хотел бы видеть Химеку, но, опять же, это я, людям, большинству она все-таки заходит, поэтому, как бы, все просят у меня гайд по ней, поэтому я, в общем-то, делаю гайд по ней. Естественно, первым делом заходим, как обычно, в ее эквипы, я вам показываю, что, как делать, на нее надевать надо и прочее и тому подобное. Естественно, ну, как бы, да, я уже тут по Рофлу назвал свой первый сет, самый топовый, как бы, это непосредственно фулл сет ее родной, здесь должны быть ее родные пистолеты, это самое, что есть важное, как я, вот, лично считаю, в данном Хершере, это именно, что пушка, то же самое, наверное, в троне, то же самое, в общем-то, вход. Вот, то есть, по факту, если выбили Хершера, вы обязательно просто должны тут же выбить к нему пушку, иначе, скажем так, у вас в плане дамага все будет немножко исковерканное, исковрежено, поэтому, как бы, просто учитывайте, знаете, это, Хершер и пистолеты, это самое важное, ну, или пушка, там, или катана, опять же, зависит от Херша. Короче, вы меня поняли, стигма это уже второстепенная, но если, опять же, у вас есть все, то я вас поздравляю, это, в общем-то, лютая палка-нагибалка, лютая, скажем так, разгибалка и всеубивалка. Дальше, чуть хуже. Здесь тоже должны стоять ее родные пистолеты, вообще, по идее, у вас должны быть ее родные пистолеты, вообще, абсолютно на всех вот этих вот вариациях, это желательно, конечно. Но, в общем, я тут, как бы, сразу хочу сказать, если у вас нет родных пистолетов, прям как у меня, а есть, например, какие-нибудь пистолеты от 6С, то есть, это непосредственно транквилы, или какие-нибудь там кикаки, то можете поставить как временную затычку их. Я, в общем-то, так и сделал. Транквилы, они, конечно, будут в большей степени получше смотреться, просто потому что могут давать на 5 секунд 50% бонус тотал дамаги, это, конечно, довольно, скажем так, сомнительный забав, просто потому что спадает довольно быстро, но, опять же, опять же, если вы в него уложитесь, у вас все будет хорошо в жизни. Далее, ну и получает, как бы, владелец бонус физы и бонус элементал на 15%, как бы. Вот зачем, в принципе, и нужны, как бы, эти пушки на данной валькирии. Почему можно ставить непосредственно кикаки, именно на этого хершера, просто потому что здесь дается 30% бонус тотал дамаги, и, как бы, все. На этом, как бы, эти пистолеты себя полностью исчерпывают, они не особо какие-то на ней нагибучие, я уже успел в них побегать, отыграть на своем, опять же, как бы, тире, то есть, в экзальтите, сразу же говорю, в экзальте без припушек, то есть, вот таких вот золотых нормальных дамаги вы на вальках уже не получите, просто потому что Михоя завысили температуру до такого усрача, что без припушек золотых, без фуллсетов вы нормально понагибать не сможете, как-то так. Поэтому, опять же, повторяюсь, новичкам говорю настоятельно, лодьте себе, когда достигнете 80-го уровня, замочек именно вот на этой вот полосочке, чтобы не апаться выше, просто потому что иначе вы там будете мучиться люто и страдать. Если уж я-то ветеран тут мучаюсь и страдаю без пары-тройки валика, пары-тройки стигм, то вы там и подавно без большинства своих валькирий и стигм будете мучиться, поэтому не лезьте, оно вас сожрет. Дальше, как бы, по поводу стигм на чуть хуже, это топ Ливенгука, бот Ливенгука и непосредственно Мит Талоса, почему именно так? Просто потому что Мит Талос дает 20% Total Damage мультиплеер, в общем-то, и стакается 10 раз 2% Fire Damage, то есть, эта стигма очень хорошо заходит на данную валькирию. Почему Ливенгуки? Все очень просто, они дают Fire Damage, плюс они еще дополнительно, ну, как бы, навенчивают вам приколюхи с ХП. То есть, сейчас покажу, подождите. Пост ТТН, ТТН, я уж точно не помню, какой это стигма? ТТН, не то. А, вот, да, каждые потерянные 10 ХП, в общем-то, дают вам еще дополнительный прибав к Total Damage и стакается до 4 раз. То есть, Ливенгуки, это, скажем так, замена данному сету. Химек вполне себе неплохая. Поэтому, стоит это учитывать. Опять же, у меня очень много людей на стримах паханкают, да и не только на стримах паханкают, еще и на других спрашивали, что брать из Ливенгуков. Если вы еще до сих пор не забрали Ливенгуков, я вам настоятельно рекомендую забирать от Седова Топ, просто потому что в нем вшита, в общем-то, вот эта вот тема с ХП и с Fire Damage. А потом, просто поскольку Ливенгуки крафт, крафтовые стигмы, вы можете выковать бот и в этом всем благополучно флексить, радоваться и все убивать. Как-то так. Дальше. Музыка. Музыка в себе заключает следующее. Либо родные пистолеты, либо, скажем так, Транквилы, либо Кикаки. Все остальное на данной Валькирии не особо хорошо играется. Пистолеты от Хофф, тем более, на нее не падают, просто потому что на физу. Ну и просто берете фулл сет от Музыкантов, просто потому что он в сет-бонусе дает 30% Fire Damage, если вы не знаете, 3 стигмы, и 20% максимального ХП. А поскольку у данной Валькирии имеется такая приколюха, то что чем больше у нее ХП, чем больше ХП она теряет, тем больше у нее уроны становятся. И это как бы играет вам на руку. Поэтому данный сет, извиняюсь, вполне себе может быть играбельным на данной Валькирии до определенных моментов, например, до 80 уровней, когда вы вступаете в Мастер Стир. Дальше в Мастер Стир, я думаю, вы уже сможете себе успеете выформить, в общем-то, Т, Б, Левенгуков и Металоса. Я вам это настоятельно рекомендую сделать, просто потому что, если у вас будут пистолеты, вы, в принципе, если полезете на 81+, даже вот в этом вот сможете спокойно выступать. И опять же, самое главное, это пистолеты. Я уже не знаю, какой раз за гайд это повторяю, но я вам настоятельно рекомендую не расслабляться, если вы их не выбили. Просто потому что я вам говорю, как тот игрок, у которого их нет, я очень сильно мучаюсь в их зальте, поэтому просто помните это. Далее, для новичка, здесь абсолютно любые пистолеты я поставил просто по более-менее, скажем так, какому-то логическому как бы мировоззрению. То есть здесь фаер-дамиджи немножко там, скажем так, пистолетики няшные выглядят. А так для новичков абсолютно любые пистолеты запихиваете хоть на что. Поскольку, опять же, новички долго в этом сайте не пробегают, просто ставите любые пушки, которые есть. Можете там чисто по приколу, по красоте вот эти вот засунуть, либо вот эти вот засунуть, то есть как бы это не важно. Самое важное для новичка, это запомнить то, что вот эти вот стигмы, в общем-то, сразу говорю, где их брать. Поскольку, опять же, вдруг мне новички посмотрят, у которых есть эта балька, в общем-то, и они хотят ее нормально надеть. Выковывается она, в общем-то, вот в этой вот вкладочке. Вы вот так вот вниз пролистываете, и вот здесь вот сидят вот эти вот стигмы. Стоят они по 60 кубиков, то есть довольно, скажем так, копеечные, дешевые. Поэтому и рассчитанные, ну, лично как по мне, для новичков. Вот этот сет себе полностью собираете, дает он следующий сет бонуса. А именно фаер-дамидж, в общем-то, и еще дополнительно навинчивает вам 20% хп. И, как бы, за, как я понял, каждый потерянный эти хп, если я все правильно перевел у себя в голове, вы получаете 10% total damage. То есть довольно неплохие стигмы, вполне себе юзабельны, даже михоя тут их в тупик засунули, поэтому, как бы, учитывайте, знайте это. Далее, ну, и типа игнает. Почему типа игнает? Потому что данная валька игнаетить не умеет. Мы, в общем-то, с одним знающим уже человеком посидели, поразбирались с этой всей херней. Короче, смотрите, если у вас есть бот Фукси по какой-либо причине, вот, например, он вам выпал, либо вы его выковали, это очень хорошая стигма, она работает на всех химеках, она работает на бьянках, но она не работает на данном хершере без саппорта. А какого именно саппорта к ней для игнаета лучше всего засовывать? Ну, например, какую-нибудь ту же самую химеку с бладдэнсом, или какой-нибудь блодрос с бладдэнсом. Бладдэнс, если что, это вот эта вот пипега двуручная, просто, как бы, знаете, это саппортский меч, который используется для абсолютно всех элементальных команд, но это, как бы, немножко такая аллегорическая отступка, просто разъясняет для тех, кто что вдруг не шарит. Ну, и дальше, как бы, вы можете, насколько я помню, игнатьить при помощи Ронды. У нее там, если честно, игнать, насколько я помню, как-то немного по кривожопам вешается, вроде при активации ульты, или при помощи захолживания ее атак на мобах, но это уже, как бы, не точно. Поэтому здесь вот эта вот тема под сомнением. Если что, потом потыкайтесь, поразбирайтесь. Но, опять же, для новичков вы можете вообще нахер забить на Ронду, просто потому что эта валька играется только с причным крестом, и эта тема сугубо только для хай-рангов, в общем-то, хай-левелов. Поэтому, в принципе, все, как бы, мои вышесказанные слова можете пропустить по моему ушей. Это вам особо какого-то профита не, скажем так, даст, даже если вы выкуете пятизвездочный крест. Он вообще не то от слова совсем, он ничего там по факту вам не даст, поэтому просто забудьте вот про эту хрень до 80 плюс левелов. Как-то так. То есть нормальные, скажем так, саппорты для надо валькирии, это, естественно, Азур Империя, это, естественно, все вот эти вот бодоносители, которые бодошку перетаскивать могут. Ну и непосредственно какие-нибудь, скажем так, вульфы, если уж прям на крайне где-то, маленькое существо сидеть, вот она. Но опять же, с учетом того, если вы вульфу вкачаете до, скажем так, вот, да, вот эта вот способка, до непосредственно дабл-С ранга, поскольку это является валька-аваком, то есть у нее вот такая вот полосочка, то есть на нее больше фрагментов выходит, я вам настоятельно не рекомендую качать данную валькирию, просто потому что она у вас либо сама по себе, ну как бы сказать, не то что качать, а скорее просто целенаправленно мейнить ее. Я вам не советую просто потому, что она у вас рано или поздно с гачи оффрейтом нападает и так насобирается. Ее, если что, можно будет на мастер-стире как-нибудь пытаться использовать в виде, ну, некого такого лем-саппорта на каких-нибудь боссах, вот, например, я вам сейчас объясню такую вот приколюху, вот, например, в элит-тире и тем более в базовом тире присутствуют только два босса в Мемориал-арене, на мастер-стире открывается третий, и иногда бывает так, что, в общем-то, неделя состоит полностью из элементальных боссов, которых вам нужно элементальными вальками убить на хорошие скорости, чтобы получить свои, скажем так, процентики, поэтому вульфу можно в мастер-стире, я знаю, железно использовать, как некого саппорта, но это, опять же, натягивание совы на глобус, опять же, у кого есть, то можете использовать, у кого нет, то, в принципе, вы немного теряете, поэтому как-то так. То есть, еще раз прибегаемся по непосредственно всем вот этим вот ее сигмам и прочим, то есть, как бы, фулл-сет это, естественно, стопроцентная имба, дальше чуть хуже, это уже, скажем, 90% от ее силы, музыка это плюс-минус где-то 60-70, для новичка это где-нибудь 50-какие-нибудь 40, ну и типа Ignite это где-то плюс-минус 65-70%, короче, от ее крутости, поэтому можете учитывать, как бы, вот это вот все, выше мной сказанное, при сборе данной вальки. Конечно, еще можно попытаться собрать данную валькирию через сет стигма, именно что ивентовый, который выдавался, но он, опять же, не у всех есть, поэтому я вам его к рассмотрению не предлагаю. Сейчас даже могу, в принципе, попытаться показать вам его, как он выглядит, если вдруг у кого-то он есть, чтобы люди могли знать и учитывать это. Выглядит он, в общем-то, следующим бонусом, как бы, образом, да, бонусом, то есть, как бы, они все сами по себе дают какие-никакие фаер-забафы, поэтому можете попробовать, если у вас есть этот сет, выкачать его, если у вас, опять же, нету стигм, но есть пистолет и побегать в нем. Я думаю, на, скажем так, до 80-х и 80-х уровнях это будет вполне себе неплохая тема, конечно, не такая топовая, как родной сет, но все же, хоть что-то. И, опять же, возвращаясь к сетам, я не могу не упомянуть более-менее какую-либо соляночку, то есть, вы берете топ дженгвея, это если против каких-нибудь боссов в Мемориал-Арени, если вы заюзываете данную вальку, ну, или в Абисе, например, если у вас совершенно всего один противник, то есть, данная стигма активируется только, если один противник на поле боя дает вам 31 total damage, то есть, вы ее берете, кстати говоря, крафтится она за беленький корчик, вроде как 30 или, ну, короче, примерно сколько это там стоит она, очень дешево, поэтому, я думаю, вы можете скрафтить. Далее, на мид вы ставите сюда Талоса, ну, и если у вас, например, грубо говоря, где-нибудь завалялся бот Ливенгука какого-нибудь, опять же, я могу еще сказать вот про данную стигму, именно что броня Хэллоуин, но это очень, скажем так, на данный момент редкая стигма, ее нигде не достать, ее нигде не добыть, есть она только на аккаунтах тех, кто в 2018 году был, естественно, на Хэллоуине, получил ее и радуется жизнью, как-то так, в общем-то. То есть, ну, продолжая вот эту вот тему, я могу сказать то, что если вы будете использовать каких-то саппортов, которые игнайтят, то есть, опять же, я покажу, как, если что, надо будет заигнайтить, ну, на противнике цель свою, на противнике цель свою интересно выразился, ладно, не суть важна, чтобы получить забав от данной стигмы, то есть, опять же, как бы, она работает только от игнайта, 51% дается только тогда, когда враг под игнайтом, это я повторяю для тех, кто, если что, в танке, поэтому просто знайте. Ну, или, например, вы можете заюзывать ту же самую фухуа бот в солянке, я думаю, это самое, что у него есть будет оптимальное решение, ну, и, опять же, можете попробовать повязать данную Валькирию вот в таком вот пресете, то есть, как бы, это почти что музыка, но только с джингвеем и с родными пистолетами желательно, и будет у вас, как говорится, все хорошо. Конечно, я могу еще упомянуть такую стигму, как Ньютон, но, опять же, Ньютон, он по большей степени саппортская стигма, вешается обычно на бодоносителя, то есть, как бы, чувака, который бодошка перетаскивает с двумя шишканами там, или какими-нибудь другими с ним сопряженными, связанными стигмами, например, какой-нибудь конфетой топ, какой-нибудь, в общем-то, сейчас даже не помню, как это стигма, хомо-хомо-хомо, который из пейпаки позволяет поднимать, но это прям совсем, скажем так, за уши притягиваю, ладно, давайте сейчас вам разъясню по поводу вот этого дерьма всего, так, ладно, давайте лучше через сюда, так здесь будет удобнее, вот смотрите, вот, например, у вас есть Blood Dance, вы можете, как экономичный вариант сюда впихнуть какую-нибудь, но, опять же, как бы, можете, но не обязаны, это я вам просто как некую такую альтернативу говорю, чтобы у людей было общее представление, типа, что можно подставить, вот, то есть, вы сюда можете поставить конфету, главное, опять же, собрать именно что на дамагере основном, затем вы сюда можете взять какую-нибудь, не знаю, выковывается данная стигма или нет, но я просто, как бы, говорю, ну, вот эта вот стигма точно не выковывается, но если у вас, например, есть Avogadro mid, вы можете поставить Avogadro mid, это с активацией, в общем-то, оружия, она, как бы, сокращает активацию пушки вам, то есть, быстрее вы сможете Blood Dance юзать и дает, 10% Total Damage, то есть, как бы, можете поставить вот таким вот образом, если, опять же, у вас Avogadro есть, я думаю, те, кто крутили гачу на Хофф, вам какие-нибудь Avogadro там, да, выпадали, поэтому как-то так, ну, естественно, на вот эту всю пипегу ставится бот Ньютона, также, опять же, как я и говорил, юзается два шишкана, то есть, топ и мид вместе с Ньютоном, либо юзается, в общем-то, вся эта тема вместе с Тургеневыми, в общем-то, топ и бот Тургеневых вам понадобится, на данный момент, давайте даже, в принципе, вам покажу этот сет, как бы, на данный момент, эта стигма есть сейчас, этот сет стигмы есть сейчас в гача, я вам тоже его сейчас продемонстрирую, в общем-то, стигма-то у нас, нам нужно пролистать в самый низ, и она здесь будет, да, да, в общем-то, вот, вот так вот выглядят, в общем-то, эти стигмы, я решил там не искать, чтобы время гайда не затягивать, поэтому, в общем-то, самое главное запомнить для вас, это, по факту, является самый топовый сейчас на данный момент саппортинг LM-сет, потому что он дает по помеченным противникам данным сетам дополнительный входящий, в общем-то, LM-урон, то есть, как бы, сет-бонус, видите, сколько он LM-а дополнительного накидывает, в общем-то, каннон-стаг, и благодаря этому, за счет этого, например, если у вас в команде есть какая-нибудь Изур Империя, да, господи, я не туда зашел, опять, Хиггис, похотливый, ручонки тянет своим кнопкам, вот, короче, смотрите, если у вас есть Изур Империя, да, вот, например, ее можно юзать вот в таком вот пресете, если у вас нету Авагадры по какой-либо причине, я раньше все это дело заюзывал непосредственно с Зигфридом, то есть Зигфрид, он сам по себе никаких забафов на Total Damage для команды не дает, но он дает КД пушки, а на Зур Империи, если в родном сете, это очень важно, просто потому что и перчатки позволяют активить Маргрейвов, плюс они там еще дополнительные бонусы самой АЕ и команде дают, но это, опять же, как бы, в большей степени относится к причным перчаткам, просто потому что они и в команду ИСП заливают, какие-никакие, и ХПшки и нахиливают, но это уже, как бы, чисто, опять же, аллегорическая отступка. Ладно, то есть, я более-менее вам разъяснил, пробежался по тем сетам, стигмам, пушкам, даже саппортов затронул, каких можно и заюзывать. Теперь давайте непосредственно я вам покажу все это дело в бою, как оно используется, применяется, юзается. Сразу показываю вам топовую, скажем так, тиму, сборку, а именно, что в лидерке у нас стоит здесь Ховка, на медле или в конце, в зависимости от того, как ему удобнее, в общем-то, размещать своих персонажей в бою, здесь стоит ушастая, мелкая ронда, здесь у нас стоит, в общем-то, Азур Империя, и отыгрывается это следующим образом. Смотрим. Ну, давай грузить. Вот смотрите, первым делом, как обычно, вы вылезаете на Азур Империя, дальше вам потребуется стянуть противника. После этого, если у вас хватает SP, сдаете три черных кругляшочка, сдаете ульт. Дальше у вас должна высвечиться ронда, сдать КТЕ в Хершера. Потом на Хершере вы в воздухе. Жмете, главное, уклон, после этого зажимаете чарж-атаку, чтобы у вас она смогла заактивить, в общем-то, свою вот эту вот Блэкхолину. Ну, и после этого, непосредственно, как бы, у вас все начинает подыхать. Еще один маленький нюансик. Вот смотрите. Сейчас у меня все это дело и тема откатится. Я вам объясню, как отыгрывать на данном персонаже, чтобы вынимать максимально урон из противника. То есть, думаю, по части саппортинга вы поняли, как здесь, в общем-то, ну, это для хай-левелов, скорее всего, объяснение, если они вдруг не знают, опять же, как ее можно заюзывать. Но я, как бы, в общем-то, держу в курсе. То есть, опять же, ладно, давайте повторим. Для тех, кто в танке. Да, блин. Да. Я смешку тут даю, если что, в начале, просто потому что кабан меня. Немножечко отвлекает, зараза. Ладно. Короче, смотрите. Можете сдавать первым делом вот это вот, можете ее сдавать после ульты, то есть, три черненьких. После этого идет какая-то ерунда. Опять же, вам потребуется для этого эльф. После этого жмете уклон, жмете чарж. Уклон. Она у вас проворот делает. Еще один чарж. И после этого чаржа, пока забафы от Азур Империи действуют, вы сливаете его, в общем-то, ультой. То есть, вам нужно сдать две зачарж-атаки для того, чтобы вынуть максимальный урон с противника. Это относится абсолютно уже ко всем левелам. То есть, давайте я покажу это все дело с более упрощенной темой, сборкой, то есть, с саппортом на том же самом вермиллион коняшка. Просто потому что вермиллион коняшка. Ну и как бы да. Смотрим. Выглядит это все дело следующим образом. То есть, по факту, то же самое, только без креста. Только с активацией бдшки. То есть, если у вас много противников, вы даете смешку. То есть, одна черненькая, две беленьких, или две беленьких, одна черненькая. Главное, чтобы противники вот так вот стянулись. После этого можете заультиться, вот как я и говорил. Чтобы баф дольше висел, сдаете три черненьких. Потом сдаете, если у вас есть Fire Elf, чтобы, если что, закета ешется. Вот сейчас немного по-кривожопому. Да, у вас может вот так вот сначала не получается, но вам нужно навостриться. Потом, в общем-то, сдаете чарж. Делаете ворот. Проворот. Еще один чарж. Опять же, если вам урона не хватает, можете сдать 3 чарджа, то есть 3 черных дыры Опять же, у данного херша самое главное и важное запомнить то, что с земли у нее урона меньше проходит со своих чардж атак То есть, давайте я даже, скажем так, покажу вам просто предварительно, какие у нее атаки есть Потому что, я думаю, некоторые люди меня могут неправильно понять и опять будут гундеть в чатике, точнее не в чатике, а скорее В комментариях то, что вот ты не показал, не рассказал, типа Вот смотрите, чардж атаки вот эти вот на земле, они наносят меньше урона И они, опять же, хершеру триггерят ее хершер форму То есть, как бы, для удобства, вот например, вы можете сдать, в общем-то, вот такой вот чарджик Дальше подлететь непосредственно, ну как бы у меня здесь полоска уже перегрелась, давайте я вам покажу Опять же, чтобы не быть голословным, поскольку данная валька для новичка будет, как по мне, все равно довольно сложна в изучении Просто потому, что у нее есть два аспекта боя, это в бою, точнее, как бы, да, два аспекта боя в бою Я хотел сказать, на земле и на верху полете То есть, смотрите, вы активите чардж, подпрыгиваете Дальше сдаете вот такого вот чардж После этого вот так вот можете полетать, опять же, жмете уклон, атакуете, жмете уклон, атакуете Потом задаете последний чардж, и если у вас висят бафы, зажимаете X на кнопку атаки и сдаете ульт И благодаря этому у вас получается, в общем-то, это опять же под бафы все должно действовать У вас получается выжить с данного хершера максимум атаки Теперь я показываю непосредственно, как это все должно выглядеть в бою И как это все должно более-менее рационально и адекватно отыгрываться То есть, по факту, я вам сейчас расскажу только про две тимы Просто потому, что остальные тимы я уже потестил, они не особо на неиграбельные Поэтому постарайтесь стремиться обязательно выформить себе хотя бы подоносителя То есть, как бы, даем стяжку Даем три черных кругляшочка Даем вот такую вот всю эту вот блямбу Потом у нас вылазит хершер Ипосредственно, вы, опять же, можете активить с земли, можете, как я, в воздухе Главное, чтобы вы летали по воздуху и сдавали чарджер Это прям самое важное Ну и, опять же, как бы, обратно пересвичиваемся на Азур Империю, если нужно обновить ротацию Давайте я, в общем-то, три кругляшочка собью, чтобы набить поскорее СП нашей вальки Пока там у нашей ховки откатывается вся вот эта вот тема Дальше опять сдаете ульту на Азур Империи Потом сдаете три черненьких штучки Сдаете БДшку Вылазит, в общем-то, у нас ховка Дает свой чардж Дальше уворачивается, бьет, сдает еще один чардж И пока забафы действуют, лучше всего после двух чарджей Вы сдаете ульту и, в общем-то, бадабум Все, минус Как-то так То есть, если применять данную вальку Именно по тому методу, который я говорю Вы сможете более-менее неплохие урона вносить Ну вот, блин, к сожалению, у меня эта херня не отжалась Кстати говоря, как-то странно она отжалась У меня билетик, а, да, фу, слава богу Билетик не потратился Просто потому, что я их экономлю Чтобы, ну, на всякую херню не тратить Потому что, опять же, стигма и лиси, и все дела, ла-ла-ла-ла Поэтому, как бы, да Поэтому, я думаю, вы меня здесь поняли Ну и, опять же, если у вас, например, нету Азур Империи А есть какая-нибудь там феня, я, пожалуй, покажу еще с феней дополнительно То есть на феню устанавливается, ну, по факту, то же самое Абсолютно, что и на Азур Империю Опять же, на фениксе может заюзываться сет, как я его назвал, псевдо-азур Это с рейдовыми перчатками, топом конфеты Мидом-ботом музыкантов И в этом всем вы выходите и начинаете флексить Давайте даже, в принципе, для общего ознакомления покажу именно в этом сете То есть, вот, например, грубо говоря, вы уже более-менее разжившийся человек на бут-дэнс На, скажем так, саппорта В исполнении топ-мид Шэнктонов и бот Ньютона Это очень важно, опять же У вас, например, есть вот эта вот тема Опять же, как бы, музыканты, они сами по себе тоже тиме дают 10% файр-дэмэджа, если не поймете Да, даже 10% тотала Извиняюсь, ошибочка вышла Ну и, короче, как бы, это вполне себе хороший сад под Кьяну И непосредственно отыгрывается он таким вот образом и таким вот видом В первую очередь, вы должны, ну, как бы, по фасту вылезти на фуках То есть, на фуке у них ни стяжек, ничего нету Дальше, видите, противник вас бьет Икс Икс Ну, к сожалению, что-то у меня сейчас как-то не так через жопа поражалось Я вроде бы икс не зажимал Вот запомните, ульта у данной вальки, как бы, вылетает этот феникс Когда вы икс зажимаете, сейчас, походу, что-то с клавой у меня произошло Ну или опять с игрой Опять какие-то мисклики странные, поэтому, ладно, еще раз смотрите Смотрите, смотрим То есть, вот так вот у ворот Икс Икс БД Дальше Кьяна Ну и, как я и объяснял, щелк в воздухе Пошли работать у ворот Чардж Дальше, если вам, опять же, урона не хватает, можете вот так вот побить, 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 побить Потом снова Чардж Ну и затем ульта То есть, я думаю, в этом нет ничего сложного Поскольку, опять же, ульта у нее иногда бывает криво работает У вас урон по мобам может не пройти, а может пройти Поэтому Тоже старайтесь прямо, чтобы мобы перед вами находились И они где-то там сзади Просто потому, что иногда по ним урон с ульты не проходит Вот потому, что игра немного кривая И вот такое вот дерьмо случается Как-то так То есть, я полагаю, я более-менее по всем интересным тимам и чему-то такому пробежался Просто потому, что, опять же, остальные тимы мало с ней эффективны Из-за того, что данные Валькирии очень, ну, просто жизненно необходим Перекате, ну, как бы перекатеешиваться из кармана на поле боя А не просто вылазить То есть, как бы, как я и сказал Вы можете сдавать нижнюю, скажем так, атаку, чарджевую Чтобы заактивить Хершер мод А потом, в общем-то, нажимаете Х Подлетаете вверх и начинаете, в общем-то, как я и сказал, летать, там, чарджить И заниматься прочей всей вот этой вот бесовщиной То есть, как-то так вот это все делается, как я рассказывал Опять же, кто не понял, можете отмотать, пересмотреть Ну, а я говорю вам на этом свою стандартную фразу В общем-то, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья Надеюсь, данный гайд на данную Вальку для вас был информативен, полезен Надеюсь, опять же, что у меня в ближайшее время получится Замутить вот именно на этой неделе тир-лист для вас Поскольку очень много игроков просит Как бы, что, ну, не хватает тир-листа обновленного Поэтому ждите Он выйдет либо завтра, либо послезавтра А пока что с вами был Юкис Пусть у вас все будет айс Да пребудет с вами сила льдов и снегов Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok